Факты и комментарии. Угроза террористических атак стала реальностью для многих государств. В Европе теперь уже и в России усиливают контроль на границах, предпринимаются меры повышенной безопасности. Ряды организации ИГИЛ пополняют представители молодежи разных национальностей, в том числе и традиционно. Христианских Кавказ для ИГИЛ представляет особый интерес. На этой неделе все силовые структуры Южной Осетии переведены на усиленный режим. Под особый контроль взяты социально значимые объекты, медицинские и образовательные учреждения. Об этом заявил президент Южной Осетии Леонид Тибилов на оперативном совещании с руководителями силовых министерств и ведомств. Сегодня мы все должны быть бдительны. Это не паника, а защита от внешней угрозы. Об этом на совещании с силовыми структурами говорил и президент республики Леонид Тибилов. Но сейчас мы были с ним в дехвизии. Мы обязательно с ним этоavia куда-то, но мы при susceptимости от нашего мира с Альтонома, но на сегодняшний день он был заставлен в Альтоном. Поэтому мы с вами все касаемо, но я я, когда мы ими в Альтоном, и, что мы с ними делаем, что он был анимат. Как мы с вами, что я делаем в Альтоном Вашем? Я думаю, что в Солнорс-Парахатский ангелс в уши не делал. Я хочу, чтобы наши выяснили, что мы имели в Бокахане, в России в Санкт-Петербурге, за службой управления чьими ведерами, в линии ФСБ, в линии ФСБ. Леонид Тибилов заметил, что сегодня в мире появились другие реалии, когда террористы могут проявить себя в любом уголке земли. В ходе совещания было дано поручение разработать комплекс долговременных мер по повышению уровня безопасности в образовательных учреждениях. Также глава государства распорядился усилить охрану источников питьевой воды в водохранилищах и водораспределительных станциях. По каждой сомнительной информации ведется оперативная проверка. Силовые структуры уже приступили к исполнению поручений главнокомандующего. Меры принимаются усиленные. В школах вместе с рядовыми охранниками несут службу офицеры. Им были выданы металлоискатели. Начальник управления вне ведомственной охраны Геннадий Тигев рассказал, что он встретился с директорами нескольких школ и объяснил, что меры безопасности будут ужесточаться. Как и в российских городах, на входе в школы мы хотим установить турникеты. Через них будут проходить школьники и их родители. У охраны будут номера директора завуча. Если придет посетитель, об этом сразу же проинформируют дирекцию школы. Во время урока родителей также не будем пропускать без разрешения. Надеюсь, до Нового года установим турникеты. К сожалению, подобные меры пока предпринимаются только в средних и высших учебных заведениях, хотя следовало бы и в детских садах. Выставленных на поста в школах охранников проверяют в день несколько раз. После установления камер наблюдения контроль будет круглосуточным и любое нарушение служебных инструкций зафиксируют камеры. У нас в дежурной части будет монитор, и мы в любое время будем проверять, на месте ли охрана. Все будет под контролем. Тогда и замечаний к нашей работе не будет. Спецслужбы нашей республики сделают все возможное и от них зависящее. Однако многое зависит от нас с вами, от нашей бдительности и осторожности. И в то же время следует уяснить, что повода для паники нет. А раздувание ее, распространение всевозможных слухов наносит большой вред. С гражданами республики, прежде всего с детьми, молодежью, необходимы профилактические беседы. Ситуация в мире сложная. В безопасности сегодня себя не чувствует никто. Но наша республика является безопасным регионом. И если каждый из нас проявит бдительность и осторожность, то этот сложный период мы сумеем преодолеть. Яна Плива, Арнольд Харебов. Специально для программы «Неделя». Строительство ГЭС на территории Южной Осетии позволит полностью обеспечить республику электроэнергии и исключить зависимость бесперебойной подачи электричества от погодных условий. Об этом говорилось на совещании Леонида Тибилова с энергетиками. Реализация масштабного проекта прорабатывается. Есть надежда, что в ближайшем будущем частые отключения электроэнергии останутся в прошлом. Всем знакомая ситуация. Внезапно погас свет. В темноте все начинают искать свечки. Если в 90-х к таким моментам люди были привыкшие, то сейчас трудно приходится ждать, когда же наконец он включится. Решением всех этих проблем станет строительство в республике гидроэлектростанций. В Южной Осетии появятся гидроэлектростанции на реках Малая и Большая Ляхва. Соответствующий указ уже подписан президентом Леонидом Тибиловым на этой неделе. На сегодняшний день наша республика получает электроэнергию из России. Столбы с линиями электропередач установлены вдоль Транскавказской магистрали. К сожалению, особенно в зимний период нередки аварии. На совещании с энергетиками республики Леонид Тибилов отметил, что исходя из сложившейся ситуации, им принято решение о строительстве малых гидроэлектростанций на территории Южной Осетии. Все-таки строительство малых гидроэлектростанций, назовем это даже национальным проектом, без этого нам не обойтись. Понятное дело, помощь России, которая поступает, в том числе и в виде подачи и обеспечения электроэнергии, в любом случае республика должна иметь свое собственное энергохозяйство и электроэнергию. Леонид Тибилов назвал этот проект одним из наиболее важных и приоритетных. Контроль исполнения настоящего указа возложили на заместителя председателя правительства Республики Южная Осетия Алана Техова. Еще с советских времен, и в период президентства, и Чиберова, и Кукойты, идея строительства малых электростанций обсуждалась не раз. И только вот с начала 2013 года этот важный, на наш взгляд, вопрос начал обретать реальные очертания. И они начали совместить к тому, что начались переговоры, и первым долгом в 2013 году эта идея начала претворяться в жизнь. Это ни в коей мере не касается инвест-программы сейчас, которая сейчас у нас осуществляется на период 2015-2017 года. Это совершенно отдельная программа, которую мы разрабатывали и разрабатываем сейчас уже. И еще в апреле этого года мы подписали договор о намерениях с этой энергетической компанией, где мы четко определили все наши обязательства обоих сторон. С наступлением холодов жители Южной Осетии ждут перебой со светом. Бывает, что авария устраняется быстро, но часто республика остается без электроэнергии на целые сутки. В таком случае не работают детские сады, в школах холодно. Республика выбивается из привычного строя. Собственные гидроэлектростанции решат проблему. Елена Газаева, Азиз Багаев, специально для программы «Неделя». Благие дела во имя людей, народа, популяризации, культуры – дело совести всех, кто имеет такую возможность. Узнают об этом, похвалят ли, не должно по идее иметь принципиального значения. Но, к сожалению, в нашем обществе зачастую добрые дела используются не только как способ самопиара, но и для политических интриг. И даже открытие мемориальной доски в честь знаменитого осетинского литератора может служить в тех же целях. Зарина Кочева продолжит тему. В селе Рокдзавского района состоялось открытие мемориальной доски, выдающемуся осетинскому поэту, прозаику, общественному деятелю Грису Плееву. В село, где родился и вырос Грис Плеев, приехали члены Союза писателей Юга и Севера Осетии, студенты, внучка поэта. Собрались и сельчане. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. Инициаторы мероприятия рассказали о жизни и творчестве великого поэта Гриса Плеева студентам. Правда, мало, но больше о себе. О благотворительном фонде «Амунд», который финансирует экспример Южной Осетии, Ростик Хугаев и других спонсорах, которые помогли организовать это мероприятие. Хотя, как таковой, организованности не было. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. В селе Рокдзавского района состоялось в селе Грису Плеев. Скорбеев в селе Грису Плеевiene было全ено, maiorron получил з amb�ила Грису Плеевне возраст в селе Грису. Селе Рокдзав всё было и я συст Bay Series, а он ф Company Фosen уtes Рокдзавского района. Онoir в Соот哪! Я в школе с Мавишем вторгайшем, но я уже не знал. Я понял, что это было ни одного из тупиков, там и все, чтобы во сне. Меня пришли туда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Все категории. Мы участвуем в этих соревнованиях. Победителем турнира стала Дменинская средняя школа. Она завоевала первое место. Второе место судейское жюри присудило Сатыхарской школе. И третье место заняла администрация Скинвальского района. Яна Плевазаурустаев специально для программы «Неделя». В высокогорных селениях Дзавского района солнечная погода внезапно сменила зимний. И за ночь выпало почти полметра снега. По сообщению прислужбы района, дороги к некоторым селам закрыты. Но расчистка уже началась. Как идут работы по уборке снега, проверил первый заместитель главы администрации Дзавского района Руланд Кузаев. Сегодня мы выехали к селам. Техника сейчас работает в селе Сохта. Прочищают дорогу от снега, чтобы улучшить условия жителей. Выпало около 80 сантиметров снега. Мы остались в изоляции. Но руководство района нам помогает. Большое им спасибо. Как говорится, главнее всего погода в доме. Пусть с каждой семьей она всегда будет солнечная. Прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин